25,66 балла, результат Макса Аарона, он выходит на первое место, а на лёд, в свою очередь, выходит Шафик Бесюге, который завершил короткую программу с личным рекордом и его результат 76,8 балла, позволил ему замкнуть десятку семейших. Мне кажется, он был такое открытие мужского одиночного на чемпионате мира в короткой программе. В короткой программе однозначно очень понравился Шафик Бесюге, посмотрим, как он нам предложит ближневосточную, арабскую, египетскую, точнее, тему. Ему нужно набирать под 150 баллов, чего в его карьере даже близко ещё ни разу не случалось, но кто сказал, что это невозможно в принципе. Музыка близка ему. У него же алжирские, по-моему, корни. И египетские, соответственно, мелодии в произвольной программе. Четверно, это лук устоял, хотя в воздухе немножко его разболтало. Трайонный акцель. И кто же поборолся? Пока два прыжка хорошо исполнены, но в борьбе, в борьбе. Трайонный лук. Хорошим выездом. Обратите внимание, что его во всех трёх прыжках в воздухе очень сильно, так скажем, болтает вектор, очень большое отклонение туловища от ног. Но в то же время он ухитряется здорово скоординировать собственное тело при приземлении и выехать все три раза. Что говорит о постепенном повышении мастерства этого фигуринства. В нынешнем сезоне он открывается с новой стороны по сравнению с тем, что мы видели раньше. Но так, как видим, мы его не очень часто, сложно проследить вот эту плавную кривую подъёма уровня мастерства. Трайонный риттбергер. И нам кажется, что оно растёт резко, хотя на самом деле, конечно, это не совсем так. Что-то музыка уже от Брагина Жубера. Француз, Бессигель, как ни крути. Ну что-то да, со своим колоритом. Пока без единого каскада выступает Шафик Бессигель. Каскадов, напомню, можно в произвольной программе до трёх включать, причём один может состоять из трёх прыжков. Субтитры создавал DimaTorzok Тройной аксель, двойной тулуп во второй половине сделан. Сложилось такое впечатление, что вспомнил в последний момент, что нужно цеплять тулуп, но учитывая, что на аксель он шёл сознательно, всё-таки это осознавал спортсмен изначально. Молодец. Тройной тулуп, тройной тулуп и двойной тулуп. Хотя изначально у него был заявлен со вторым тройным акселем каскад из трёх прыжков. Чуть-чуть полегче, да, получился этот каскад. В целом, если смотреть по двум каскадам, может быть, даже в итоге получилось и получше. И двойной аксель. Райан Асальков и ещё один каскад. Чисто выполнил свою прыжковую часть программы. Ну, какая разница? Аарон прыгал, заходил на два четверных и практически ничего не исполнил. И с акселями у него были проблемы, и с остальной прыжковой частью. У Шафика Беселье почти без минусов. И очень достойное выступление. Я думаю, что у него ещё и компоненты будут высочайшие. Так что это интересная сейчас раскладка, интересная претензия на высокий результат. При том, что его лучший результат в нынешнем сезоне, который является его личным рекордом, 127,22 балла. Вы сейчас можете видеть, насколько он обходит Макса Аарона по первой оценке. А он, если ничего не случится, должен выиграть у американца по технике. И, учитывая, что компоненты, наверное, у него будут всё же чуть-чуть ниже по сравнению с американцем, тем не менее, он сейчас может выполнить ту миссию, о которой мы говорили, едва ли какой невыполнимой. Он может даже за текущее лидерство бороться. О, знаете, можно только порадоваться. Чаффик подошёл в прекрасной и физической кондиции к чемпионату мира. И доказал два проката чистых на чемпионате мира. Об этом только можно мечтать. Выполненный четверной прыжок, что в короткой и с тройной в каскаде, что в произвольной, в соло. Два тройных акселя, один во второй половине в каскаде. А вот перед ним стоит очень сложная задача. Ему нужно привозить два места на следующий сезон для Франции, потому что он в одиночестве выступает, и это означает, что ему нужно попадать в десятку, и тогда французов, при наличии, конечно, двух фигуристов, я надеюсь, что всё-таки реабилитируется Флоран Амодио и будет выступать на том уровне, на который он способен. Так вот, Чаффик Бесиге должен входить в десятку сильнейших для того, чтобы... Ну, и не только он. Да, не только у него такая задача. И это, я скажу вам, очень психологически иногда давит. Я догадываюсь, это действительно... И он справился со своими нервами. И мы видим, радуется его тренер Анит Дюмон. Скоро. 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 Сейчас борется ни много ни мало. С личным рекордом, а также с Максом Аароном, у которого программа значительно сложнее, но у француза она куда как чище исполнила. И он первый по произвольной программе, но по сумме ему не хватает. До Макса Аарона всего ничего. 147,39 балла. На 20 баллов он бьет личный рекорд на чемпионате мира. Он второй, второй. А сколько осталось еще спортсменов? И впереди 10 человек. Ему нужно обыграть двоих. Для того, чтобы эти два места стали для Франции реальностью.